здорово братва ну теперь если серьезно по теме микроцемента то было шуточное видео я показывал как я молю в принципе вам это все и так понятно тема достаточно обширная и очень интересна потому что сам микроцемент материал очень сложный очень сложный по причине своих капризов он очень капризный да кто с ним сталкивался либо напрочь отказываться с ним работать либо более упертые продолжать работать потому что все-таки тема востребована востребована ребята потому что современные тенденции дизайнерские все ближе и ближе сталкивают нас с этим вот как раз микроцемент то есть сейчас дизайн весь переходит из нео классики и классики в такой прям лофт даже уже пост лофт и сейчас серый тона преобладают и преобладает как раз нанесения в стиле бетон цемент и так далее вот и почему именно микроцемент они имитации можно и сымитировать конечно микроцемент бетон нужно сымитировать акрилами и звездками и так далее но есть важные зоны в которой все-таки известь и акрил не годится даже даже под лаками не годится поэтому поэтому во влажных зонах на каминах кстати лучше конечно это не глицемент потому что он во первых сам по себе прочный по себе это цемент все таки это цемент поэтому в прочности сомневаться в его нет варианта поэтому дальше не буду грунтовку соблюдаем все что-то написано готовка глубочек глубочайшая сквозь его нет да вот потом наносим слой второй слой и и кто-то приноровился тоже может быть удобно наносить второй слой на не совсем быстрый слой вот это какой кому это нравится и кто то есть но потом начинается самое интересное как же его закрывать и защищать и на этот счет у производителя есть очень строгие рекомендации которые мы должны с вами соблюдать безукоризненно и без без отключений понимаете значит после того как высыхает сами процемент нужно обязательно нанести порозаполнитель порозаполнитель наносится значит только это мой совет только велюровым тонкошерстным валиком очень быстро и энергично размазывая все по сторонам это обязательно ребят без этого очень будет сложно потому что если у вас будут потеки или какие-то наслоения эти наслоения выльются вам очень большие неприятности у многих мастеров это уже есть значит очень быстро и энергично раскатываем этот компонент ждем сколько там написано не торопимся куда-то бежать не выдумывать ничего а именно тот срок который нужно выжидаем и потом наносим лак лак наносим точно так же велюровым тоненьким тоненьким валиком с тоненькой шерсткой быстро и быстро растягивая буквально каждый мазок нужно сразу растягивать во все стороны во все стороны машем быстро-быстро-быстро шуршим никак не отвлекаясь потому что лак если застынет он будет белым пятном которое ничего не сделайте кроме как сушкуривать и перекрывать еще раз ну или какие-нибудь художественные приемы вот поэтому ребят держитесь строго тех рекомендаций которые написал вам в техничках производитель материала это очень важно именно с микроцемента потому что я уже слышал такие отзывы что я вообще к нему не притронусь это такое дерьмо там и так далее но ребята мастера мы профессионалы должны взять себе в руки и разобраться с материалом потому что он актуален на сегодняшний день не является одним из топовых и одним из востребованных материалов и нанесений поэтому разбирайтесь если что пишите вопросы здесь вот не забываем подписываться конечно же те кто еще не подписался да ну и все таки ребят это не сложно реально смотря видео сделать вот так но это вообще не сложно просто тыкните на это и все и подпишитесь чтобы там все это стало сереньким вот тоже это же не убудется вас поэтому давайте всем хорошего если что задавайте вопрос я специально это видео укладывал чтобы у нас вот здесь внизу в комментариях развилась эта тема и мы там пообсуждали нам может быть напишут еще мастера которые умеют с ней работать и мы пообсуждаем и поможем вот так что всем здоровья давайте с вами был серж пока ты ремп